После оглашения решения многие забайкальцы завалили интернет гневными постами о том, что не разобравшись в тонкостях до конца, большинство депутатов отклонили законопроект в первом чтении, аргументируя свой выбор заботой о населении. Но такие скоропалительные выводы не убедили многих представителей бизнеса и граждан. Забайкальская торгово-промышленная палата, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, различные бизнес-сообщества не понимают и не разделяют такого результата. «Я совершенно не понимаю позицию депутатов, которые проголосовали против. Мне кажется, что она требует пересмотра и более глубокого анализа той ситуации, которая сложилась вокруг этого закона. Потому что мы регион не первый, кому предложено принять этот закон у себя на территории. Сейчас таких регионов 23, когда-то их было 4. И та положительная практика, которая была наработана в этих четырех регионах и послужила основанием для того, чтобы в Российской Федерации распространили этот режим еще на 23 региона». Здесь мнение людей разделилось на два лагеря. Есть и те, кто поддерживает такой исход события. Хотя долгая работа над законопроектом вселяла надежду на послабление для малого и среднего предпринимательства. Плюс ко всему, это было бы отличной возможностью для выхода из тени нелегальному бизнесу. «Мы это восприняли как очень позитивный шаг на встречу бизнеса, хорошая новость. И, честно говоря, даже не было каких-то опасений или сомнений или дискуссий по поводу того, а нужен ли нам на территории региона этот закон. И поэтому вчерашнее решение было абсолютно неожиданным». Слухи о законе на налог для самозанятых в уме и на языках крутился уже давно. Только вот к голосованию решению подошли уж как-то слишком быстро и необдуманно. Где все общественные слушания, заседания с представителями бизнес-сообщества и аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей. По мнению многих, результат решения можно было бы повернуть в другую сторону и проголосовать за, а не против. «К сожалению, не было такой возможности, потому что те доводы, которые были вчера озвучены, они были озвучены впервые. И сразу это привело к тому, что закон был отклонён». Некоторые считают это очередным ударом по бизнесу. Если в столице Забайкальского края большинство предпринимателей местная власть хоть как-то слышит, то вот в районах ситуация накаляется с каждым днём. Уже ни для кого не секрет, что с момента режима самоизоляции многие предприниматели прекратили официальную деятельность и перешли в тень. А возможности выйти из неё теперь просто-напросто нет. Яркий тому пример – Балейский район. И это только один из сотни случаев, когда бизнес погибает на глазах правительства. В Балейском районе сфера услуг микробизнес ушёл в тень. То есть многие предприниматели снялись с регистрационного учёта качества индивидуальных предпринимателей. Конечно, законы самозанятых открывал для них определённый путь, чтобы как раз легализоваться и по льготным условиям как раз платить эти налоги. То есть для микробизнеса это реально выход из тени. И сфера услуг, конечно, у нас в районе сейчас этого пострадала. Я считаю, что те депутаты, которые голосовали против, не ознакомились с ситуацией должным образом. Принятие закона о самозанятых позволило бы выйти из тени малому бизнесу. А учитывая сегодняшнее положение, помогло бы и тем, кто не в состоянии удержаться на плаву ККП, перейти немного в иной статус, но сохранить официальное звание предприниматель. Ведь платить налог в 4% проще, чем в 6% и при этом уплачивать ежегодный взнос в размере 40 тысяч рублей. Принятие данного законопроекта в нашем регионе, оно было бы крайне полезно для всех его жителей. В чём польза? Польза в том, что любое физическое лицо, занимающееся, казалось бы, предпринимательской деятельностью, но не зарегистрированное, оно могло бы стать самозанятым и абсолютно официально в правовом поле, ничего не боясь, осуществлять свою деятельность. Когда будет очередное рассмотрение законопроекта, пока неизвестно, смогут ли договориться между собой законотворцы и пригласят ли в следующий раз заинтересованных в этом законе представителей бизнеса аппарата уполномоченного, остаётся только гадать. Гадать и надеяться на разумное и правильное решение от правителей нашего региона. Виктор Соловьёв, Дмитрий Пенегин, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.